И сегодня Сергей Нурисламов у нас в гостях, психиатр-нарколог, психотерапевт, генеральный директор медицинского инновационного центра «Выбор». И сегодня мы говорим о вредных привычках, о зависимостях женщин. Друзья, мы номер 5533 со словом «Маяк» мы хотим посмотреть географию и выборку зависимостей, от которых страдают ваши женщины. Сюда входит и мания шляться по магазинам, и выпивка, и курение, да. И вот, Сергей Валерьевич, в основном женщины русские пьют, судя по смс-сообщениям от наших слушателей, и огромное количество вопросов нашему гостю. Пожалуйста, ну буквально несколько, чтобы завершить как раз тему алкоголизма. По пятницам с женой выпиваем по 4 бутылки пива, но ей постоянно хочется больше. Что делать? И, пожалуйста, следующее из Омской области. Покупаю бутылку пива, жена требует налить ей бокал. Начинаю увеличивать дозу из-за этого. Кого нужно лечить, Омск? Меня или жену? Отвечаем на вопрос? Хорошо, я думаю, что лечить в данной ситуации нужно обоих. То есть, в данной ситуации желательно в семье сходить к психотерапевту семейному, потому что, скорее всего, они замещают алкоголем какие-то другие общесемейные ценности. Потому что вот здесь уже точно вопрос возникает, а как часто они после этой возлияния занимаются сексом? И вообще, занимаются ли они им вообще, или заменили ли они процесс семейного... Время препровождения. Да, препровождение семейных будней, значит... То есть, если алкоголизм бодрит и толкает их друг к другу... Пиво никуда не толкает. Пиво толкает тебя только... Горшку. Горшку, да. Сергей Валерьевич, а можно ли заменить, например, игрой в ГО, в нарды, в эруди, да я не знаю, разгадывание кроссвордов с комбордом? Можно, но для начала надо будет отказаться от алкоголя, пройти сеансы определенной психотерапии, может быть, назначить препараты противоалкогольные для того, чтобы воздержание от алкоголя было значительным. Кодировать я пациентов не особо люблю и рекомендовать им, потому что это некие временные полумеры, как показывает уже многолетний опыт. Поэтому, если это семейный алкоголизм, то, конечно, здесь требуется психотерапия, еще раз психотерапия. И правда ли, такой вопрос от меня лично, что мозг и вообще организм от последствий алкоголизма, ну, выпивания освобождаются только через три месяца такой трезвой жизни, тогда уже мозг становится... Это хорошо, если через три месяца. Можно добиться энцефалопатии алкогольной с определенным уже алкогольным юмором, с нарушениями... Юмором? Юмором, да, алкогольным юмором, да. То есть, когда человек юморит только по поводу темы алкоголя. Ну, не-не-не. Так. Вот, по поводу, когда все столы, значит, прямо, но немного наклонены. Вот, и разные другие еще варианты юмора. Ну, я вам могу рассказать бы юмор наркологический, наркоманский. То есть, определенные группы, которые страдают тем или иным... Как узнать наркомана по юмору? По юмору? Рассказать ему наркоманский анекдот, посмотреть на реакцию. А какая должна быть у наркомана? Должна быть заинтересованная, понимающая. Но не смеяться, да? И он будет и смеяться, и при этом хлопать тебе по плечу и говорить, надо же, что ты тоже продвинут, прошарен, как говорят наркоманы по этой теме. Прошарен, прошарен. Да, да, Сергей Валерьевич, перейдем плавно, да, к наркотическим средствам. Но есть между курением, да, и наркотиками такими сурьезными, что называется, да, прослойка вот новомодных явлений, да, типа курительных смесей, да, я так понимаю, с которыми как бы у нас там, ну, пытаются бороться. Прослойка таких новомодных наркотиков сейчас очень большая, они постоянно появляются, все новое и новое, их называют иногда дизайнерскими наркотиками. Это, в принципе, да, где поучиться на дизайнера, да. Ну, я так думаю, что... Смесь Симачу. Скорее всего, учиться нужно. От Славы Зайцева. Ну, это такие, для олдеров уже за 70. Это просто махурка. И кусок сахара, знаешь, махурки. Чайку. И спайсы, да, или как говоришь, спайсы. Спайсы, да, или курительные смеси. Что это такое? По-моему, GVH их обычно еще называют, да, там, они в интернете проходят под разными... Кличками. Кличками, да, под разными аббревиатурами. Вот эти спайсы, это набор различных химических соединений, которые близки к каннабиоидам. Это ранее они были близки к каннабиоидам. Теперь в них уже добавляют и стимуляторы, и более мощные галлюциногены, которые при курении создают определенные пары, да, которые можно вдыхать. Грибы уже едят мало, вот, и это тоже определенные... Грибники обычно не лечатся. И к наркологу не приходят. Они умирают в поле. Давайте передадим им привет из корзины. Они сейчас в лесах. Сейчас, сейчас нет, сейчас они, наверное, где-нибудь... А не сезон? Не сезон, да. Как веселее-то вам стало после такой темы, да? Хорошо. Суяльич, про спайсы. Про спайсы, да. Вот спайсы сейчас производятся как химические вещества в крупных странах неподалеку от России. В первую очередь они идут из Китая. Меня больше, конечно, волнует интересная тема, а кто за этим стоит и кто их сюда привозит. Понятно, что в Китае они закупаются по очень бросовым ценам. А при условии, что доза и толерантность к ним растет, ну, сейчас уже у пациентов. У пациентов при отказе от спайсов уже возникают симптомы, похожие на ломки и очень тяжелые депрессии. И они уже в день могут тратить до 4-6 тысяч рублей на спайсы, да. То понятно, что кто-то очень здорово на этом наваривается. Вот пытаюсь выяснить, кто, чтобы хотя бы, может, в долю взяли бы. Так это признан наркотикам или нет? Вот почему? Вот это. То есть это реально наркотическое средство? Это реальные и очень сильные наркотические средства. Это различные нафталаны, бензолы, которые разным образом совмещены, замещены. И из них, соответственно, получают химические соединения, чем-то напоминающие каннабиоиды. К ним сейчас еще добавляют МДМА, так называемые, или мефедроны. Это вещества, которые стимулируют. Они ранее проходили у нас как соли для ванн. То есть, да. Но эти соли для ванн нюхаются. Некоторыми особо одаренными личностями, которые подпадают под мое, значит, внимание, они еще и вводятся внутривенно. Господи. Все еще совмещаются с сексуальными перверзиями, с нарушениями в этих областях. То есть, и тогда лечить становится все тяжелее и тяжелее. Кстати, если так коротко, Сергей Ильич, а каким перверсиям приводит в употребление наркотиков? Вот, например, был обычный нормальный человек, да, ну, грубо говоря, стандартный. На что наркомана начинает тянуть? Может быть, узнать, вот женщина в семье вдруг начала требовать каких-то новых... Новых, новых у тех каких-то, да, необычных. Под тех. Необычных. С этим я сталкивался еще в самом начале своей наркологической карьеры, когда... Ну, как вы сталкивались? Тих, тих, тих. Да погодите. С пациентами, не я лично, не с перверзиями под дозой наркотиков. Не мешайте, ответите на вопрос. А с пациентами, да, которые употребляли винт, эфедроны, принимали его внутрь, вместе с колой, для каких-то определенных сексуальных игр, чёргий и так далее. Но они не могут остановиться, знал я таких людей, которые... Да, и они не могут остановиться. Это женщин касается. Это женщин касается. И мужчин. И особенно женщин касается, потому что именно женщины в такой ситуации требуется всё больше и больше. А так как одним половым партнёрам уже ограничиться невозможно, физиология мужчин не подразумевает, даже под винтом участие в такой оргии долго и длительно, то, соответственно, появляются всё новые партнёры. У меня был винтовой наркоман, который приводил в свою семью и пытался жене ещё и молодого человека ещё одного сосваться, то есть появляются такие групповые оргии. Это всё очень сложно, потому что они пытаются начинать лечиться, но так как это связано с более глубокими сексуальными потребностями, это лечение зачастую оказывается приостанавливаемым им, а не отказывается от его продолжения. А что касается тех же курительных смесей, это универсально? И для мужчин, и мужчин, и женщин зацепило эта история сегодня? В большей степени это зацепило мужчин, потому что женщины меньше курят канабиоиды. Я это связываю с тем, что канабиоиды могут вызывать выраженные страхи, а женщины склонны к паническим атакам. Видел однажды одну девушку, которая на фоне курительных смесей получила паническую атаку, лечить было очень тяжело. Поэтому каким-то образом женщины, вот как называют, загон, да, когда начинается такой вот загон, когда человек, покурив мощной гидропоники, сидит под столом где-нибудь в Голландии или под кроватью дня два, оттуда не выходит. То есть в Голландии, да? В Голландии. Может, не только в Голландии, но и в России. Сидит под столом. Сидит под столом, да, потому что всё пугает. Это возникает некий страх, ужас. И при этом вот эти состояния панические, они ещё могут у пациентов и фиксироваться. Да. Мой кошмар. Да, да. Серьезно, вот о кальяне. Вопросы задаёт. Насколько, во-первых... Поговорили вот о курительных смесях, да, теперь кальян. Тоже новомодная история в нашей стране. Если женщина тянет с сну. Смотря что курить в кальяне. Можно курить просто какие-то романтические смолы, ароматические абакты. В целом, это же бреднее, чем сигареты, да? Наверное, менее, если пропускается... Через воду. Через воду, да. То есть это же курение табака каким-то образом, да, пропущенным через воду, через молоко, соответственно, это... Это как влияет-то на людей? Вот эти яблоки, это всё ароматизированные из... Ну, во всяком случае, зависимых от кальяна у меня не было. Другой вопрос, что... Что курить в кальяне? Да, в зависимости от того, что курить в кальяне, да, и не будет ли этот кальян делать из пластиковых бутылок, они... Ну, это такой... Я его как дешёвый переназвал по-другому, да, поэтому сейчас я уже не помню, он бульбулятор или бутылятор, значит, как это... Бульбулятор называют. Бульбулятор, да. Да, да, Сергей Валерьевич, спасибо вам, что вы так откровенно с нами говорите. Вот, и тогда к сигаретам перейдём всё-таки. Женщин, курящих очень много, да? Зачем женщина курит? Вот можете объяснить некурящему человеку мне, да, чтобы понять, что для женщины вот эта сигаретка, особенно мерзкая, тоненькая, цветная какая-то, вот этот, типа, люкс-сигарета, люкс-женская сигарета. Обязательно с ментолом, да, как считается, с ментолом ещё и вреднее, да. Ну, на самом деле, на самом деле количество женщин, которые курят в России по отношению к мужчинам неуклонно растёт, соотношение... Всего примерно как распределяется? Ну, если раньше одна треть женщин к двум третям, то сейчас, наверное, процентов уже 45 женщин, 55 мужчин. Вот, почему? Потому что, ну, я не понимаю, с чем это связано, может быть, из-за того, что мужчины сейчас даже... Манит вот этот болеводный запах изо рта у неё. Ну, во-первых, запах-то курильщик от себя не чувствует, да, он не испытывает это, да. Другой вопрос, что, почему начинают женщины, да, в достаточно молодом возрасте курить, да, и портя себе, в первую очередь, подсаживая себе яичники, да, то есть разрушая себе структуру кожи, нарушая, опять же, липидные, там, обмены. Курильщицу сразу видно по цвету лица, да, вот лет в 30-35? Да, да. Однажды я так пошутил, что, в принципе, можно по цвету лица женщины определить количество её половых партнёров и срок курения. А первая была шутка или тоже была шутка? Первая тоже не совсем шутка, потому что, на самом деле, сталкиваясь с большим количеством, мы, так или иначе, подхватываем различные инфекции. И вот чем больше вот этих инфекций, да, персистирующих различных вирусов, а именно штаммов вирусов, тем больше организм и иммунитет заточен на борьбу с ними. То есть женщины с особенно густой штукатуркой, это вот опытные и табакистки? Наподобие. Да, да. Так вот, зачем они начинают курить? Вот это стадный инстинкт? Вы же говорите, всё-таки женщина не стадная, такое животное. Не совсем стадные. Она будет, скорее всего, курить не в компании, а попробовать её сама. Может быть, с одной из своих близких подруг. Но это попытка себя позиционировать в обществе более иммуниципированной, более взрослой, самостоятельной, самодостаточной, агрессивной, ассертивной. То есть здесь терминов можно много найти. Как доктор, вы можете посоветовать, вот именно в подростковом же возрасте начинается это в школе, чем можно заменить, вернее, чем можно другим способом, каким дать женщине возможность себя почувствовать более взрослой, без сигареты? Ну, только грибами, конечно. Нет, ну, серьёзно, как помочь ей не курить? Спорт, психотерапии, психологические беседы, просто игры с детьми, какие-то совместные с семьями игры, спортивные развлечения, там, когда у нас раньше... Но не те игры под винтом, как мы говорили. Не те игры, да. Другие игрушки, да. Я не курю. И всё такое, да. Друзья мои, сегодня Сергей Нурисламов у нас в гостях, психотерапевт и психиатр-нарколог. Да. Друзья мои, сегодня не самый простой, лёгкий разговор у нас именно в силу серьёзности темы, которая, конечно, со стороны звучит, может быть, легко. По зависимости женщины, действительно, на первом месте, может быть, приходит на ум желание тратить бабки. Извините за тавтологию, желательно чужие. На шмотки. Вот, да, желание шляться по магазинам. Но, оказывается, это не самое страшное, потому что алкоголизм, да, табакизм, наркотики и смеси, всё это захватывает женщин, причём табак достаточно сильно. 55 на 45 примерно соотношение мужчин и женщин среди табакистов уже сегодня. Вот это, по словам нашего гостя, Сергей Нурисламов, психиатр-нарколог, психотерапевт, генеральный директор медицинского инновационного центра «Выбор». Сергей Валерьевич, и вот как вы относитесь к электронным, так называемым, сигаретам? Причём, я помню, однажды у метро, у нашей, у Савёловской, значит, стоял человек, ну, человек-ходячая реклама, спереди, сзади у него баннер, да, и там написано «Поможем бросить курить с электронной сигаретой». Реально, да, такая замануха. И дальше номер павильона, где продаются эти штуки. На моём опыте я не видел тех, кто бросил курить с электронной сигаретой, и на какое-то время обычно курильщики переходят на электронную сигарету. Она позволяет, в связи с тем, что разрешается её использовать в самолёте, где-то в ресторанах, в общественных местах, на самом деле увеличить количество никотина ещё и больше. Таким образом, это не попытка бросить, а попытка сделать... Приспособиться под законы. Приспособиться под законы, сделать социально приемлемым никотин, что я употребляю его для себя, никому не мешая. Мы же, кстати говоря, сейчас переживаем период, когда летом вступит часть закона с табаком, и в следующем летом вторая его часть. А почему электронные сигареты не вошли в этот список? Именно в силу безвредности для окружающих? В силу безвредности для окружающих, потому что они не дымят, потому что они, скажем, нагреваются, по-моему, при насасывании вот этих паров, да, которые... Я не особенно глубоко разбирался в их устройстве, да. Нет, жидкий никотин, который, я так понимаю, в качестве... Он самый полезный. Господи, для детей. Никотин для детей. ПП. Ну, в принципе, есть, да. Ингалятор, по сути, это ингалятор никотиновый, всё. Да, да. Сергей Валерьевич, можно ли говорить о том, что вот табач... что слезть, ну, с табачной зависимостью женщине сложнее, чем мужчине? Или одинаково они, вот, подвержены? Одинаково. Мало того, если женщина что-то решит, то это будет, скорее всего, более долговечно, чем у мужчины. То есть мужчина, как ни странно, опять же, да, более подвержен различным адреналином ситуации. То есть состояние стресса, я часто знаю, многие закуривают опять. Опотребив алкоголь, мужчина опять закуривает. Женщина может, поняв, что это нарушает её красоту, нарушает её структуру кожи, мешает её, значит, каким-то фертильным функциям появлению детей, она может отказаться в одночасье. Ну, правда, надо к этому созреть, подготовиться. До скольки лет женщина вот внешне не замечает, что сигарета её старит? Вот это тоже очень индивидуально, да. Это индивидуально. Некоторые могут держаться до сороконника? Некоторые могут держаться, наверное, и дольше. Голос меняется, хриплый там. Но здесь же не задача сравнить женщину без никотина с женщиной и с никотином, да, а задача сравнить ту же самую женщину с ей же самой. А мы это не можем... Такой эксперимент невозможно поставить, надо клонировать женщину. Только если близнецы, да? Да, близнецы. Насколько сигарета затрудняет рождение нормального здорового ребёнка? Значительно. То есть, в достаточно большом количестве случаев она может вести к бесплодию. И есть понятие вообще психогенного бесплодия. В данной ситуации никотин, который спазмирует сосуды и нарушает в том числе и определённые процессы. Иногда слышишь от женщины, что я бросаю курить, мол, там через год мы планируем завести ребёнка. Сколько надо не курить, чтобы вот забеременеть здоровой? Или это нереально? Чисто. А то маленький такой ещё деталь. Тут вот как-то года три назад распространили информацию якобы, что до 35 лет курение относительно безвредно для организма. То есть, он самоочищается. А после 35 уже накапливается, поэтому курить нельзя. Вот всё-таки про роды, да? Можно ли, например, за год до беременности взять, да и перестать курить и уже родить здоровенького? Я считаю, что лучше вообще не курить, потому что при курении огромное количество различных веществ уделяется. Их там около 2000. Не только. Многие из которых являются канцерогенными, тератогенными. Значит, они могут вести к генетическим нарушениям рано или поздно. Поэтому с возрастом, если вы курили лет 20 или 30, это всё накапливается. И если даже вы перестаёте курить за год, это не означает, что это не увеличивает риск рождения ребёнка с какой-либо патологией. Женщинам, наверное, не очень приятно слушать, что мы всё время обсуждаем их какие-то проблемы. А почему же? А рождение ребёнка всё-таки дело совместное, да? Совместное. До сих пор, слава Богу. И вопрос такой, а курение отца насколько качество семени снижает? Вот, и можно ли... Ну, причём так грубо, Сергей, говоришь. Семени, давайте говорить, личное имя название. Да, также снижает, на самом деле. И от отца в равной степени зависит? И от отца в равной степени зависит. И идут нарушения также генетические стороны отца. Поэтому желательно, ну, в случае мужчины, у него сперматозоиды, они обмениваются полностью где-то за 3 месяца, за 90 дней. Поэтому, но с другой стороны, и никотин, он может оставаться, да, или продукты горения табака, они могут оставаться в организме достаточно долго. Поэтому лучше отказаться от беда. Сложить мнение наших слушателей, о том, что ситуация, в которой они оказываются, да, большинство, конечно же, говорят о том, что их женщины либо пьют, либо курят. Я бы так сказал, 80% это мужчины, которые живут с пьющими женщинами. Да ладно. Ну, из тех, кто испытывает зависимость. Да, где-то процентов 50% это мужчины, которые живут с женщинами, которые курят, ну, и все остальные живут в паре, где курят, пьют оба. Вот, соответственно, страдают оба. Брак трещит, Паш, вам из-за того, что женщина пьет? В зависимости от того, как мужчина к этому относится. Ну, если он разделяет это увлечение, увлечение, да, увлечение, да, увлечение, да, хобби. Да, да. Прощается, соглашается. Сергей Валерьевич, и, наконец, просто с вашей точки зрения, да, я понимаю, что вы не первый год в этой сфере трудитесь, а растет количество зависимых женщин от всей этой химии, там, алкоголя, наркотиков, табака за годом. Ну, скорее всего, зависимость так или иначе, понятие, да, процента от общества, зависимых от тех или иных веществ, оно так или иначе стационарно. Да, и после того, как железный занавес Советского Союза обвалился со всеми запретами, которые были установлены для общества, общество стало искать разные пути саморасслабления. То есть, поэтому наркотики сейчас появились разнообразные. И, с другой стороны, я еще замечаю процесс прихода к наркотикам из тех семей, которые еще имели традиционное, да, может быть, российское, там, советское воспитание. Да. Подходит еще молодежь к этому. Да, Сергей Нурисламов. Постепенно, но увеличивается. Сергей Нурисламов у нас был в гостях, Сергей Валерьевич, спасибо огромное. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания.